В одном из прошлых видео про лжепророков обещал сделать подробное видео о новозаветных пророках, если наберутся хоть 10 желающих. Желающих набралось порядка 20, так что спасибо вам. К сожалению, большинство верующих под пророками понимают людей, которые типа от Бога, от имени Бога говорят о будущем. Это заблуждение пришло от харизматов, которые помимо говорения языками акцент ставят еще и на пророчествах и массовых чудесах, что даже Копперфильд позавидует. Своё появление на свет они должны были заявить очень громко. Вот языки, чудеса и пророчества, типа Дух Святой с ними. Но на сегодня у них модный тренд, это пророчества. А до этого были языки. Каждый второй у них пророк. Один друг друга дополняет. То есть один типа пророчествует, а другой дополняет комментариями типа от Духа Святого. И даже бывает серьезная конкуренция. Спорят, у кого больше Духа Святого. Чего только не увидел за эти 10 дней, пока готовил первое и это видео. Сидят в зуме несколько женщин и каждый по очереди выдают свои пророчества, отвечая на вопросы. Дурдом. И вот такая бесовщина появляется и в Армении. Известная нам мадам, помимо прочего, в открытую еще и исповедует ересь Царя Божия. Рекламирует Российскую империю, указывает геополитический вектор и все это под личиной такого пророка армянского. Прямо микс харизматов и царебожников. Так что сегодня поговорим о ветхозаветных пророках. Почему они прекратились. Потом об институтах апостольских, пророческих и учительских. Немного пройдутся и по языкам. Эти дары отделять друг от друга не имеет смысла. Все друг другу дополняют и составляют общую картину, чтобы понять, для чего это было в первые времена христианства и почему, и когда все завершилось. Надеюсь, будете внимательны и поймете, что современные лжепророки и шарлатаны ничего общего не имеют с пророками первохристианского времени. Мир вам, дорогие зрители. Поскольку закон был дан для взаимоотношений человека с Богом и человека с человеком, то есть определял поведение этого человека в стиле «можно-нельзя», поэтому отношения с Богом ограничивались с исполнением этого «можно-нельзя» через чертвоприношения, праздники, субботы и тому подобное. Исполняй закон, будешь жив. Но закон не имел силы беречь, хранить человека от греха, поэтому нужно было нечто другое. Евреи отходили от закона, что даже не мучило совесть. Тогда и Господь начинает с ними говорить через пророков. Несмотря первым пророком и учителем, раввином считается Моисей, через которого Бог и дал закон. Согласно талмудической традиции, на протяжении еврейской истории пророков было множество. Вдвое больше, чем евреев во время исхода из Египта. И каждое колено дало еврейскому народу пророков. Однако мудрецы талмуда выделяют среди них 48 пророков и 7 пророчец, чьи речения были особенно важны. Кроме того, мудрецы утверждают, что у других народов тоже были пророки. К примеру, Иов и четыре его оппонента. Кстати, у меня есть видео «Библейский восток. Это Армения, а Иов армянин». Вот ссылка выйдет здесь, вот посмотрите. Одни пророки слышали голоса, другие видели сны, другие видения. Поэтому неудивительно, что в израильском обществе даже существовали школы пророков, где готовили их к этому служению, помогали различать голоса, сны, видения. Это говорит о том, что пророки не были провидцами будущего, одним словом, не были гадалками. Призвание всех этих деятелей составило в том, чтобы служить посредниками между Богом и народом и охранять неприкосновенность определенного для Израиля в законе строя, тем самым готовая их к пришествию Мессии, спасителя, спасителя от греха и смерти вечной. И поэтому все пророчества, праздники и сам закон служил для того, чтобы подготовить евреев к пришествию и к принятию Мессии. Все, начиная от Бытия до Малахии, а затем до Иоанна Крестителя, указывало на Христа, Мессию и вело к Нему. Общей темой всех откровений и пророчеств, иногда явной, иногда вскрытой формы, была тема «Мессия грядет». Все предыдущие откровения свыше достигают своей кульминации в Иоанне Крестителе, как говорит Господь, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. В христианской же традиции существует 4 великих пророка и 12 малых, но они почитаются святыми. Отмечу, что помимо пророков в израильском обществе были священники, раввины учителя и даже апостолы, которые по поручению иудейских старейшин в Иерусалиме странствовали между иудеями в рассеянии, собирали с них дань в пользу храма иерусалимского, назидали общины рассеяния и распространяли иудаизм между греками. И все это опять служило для подготовки пришествия Мессии. И вот с пришествием Мессии все пророчества, законы и апостольства исполнились во Христе и в дальнейшем не могли иметь силы и смысла. Тем более с разрушением храма прекратились жертвы и институт священства. Это было тенью будущего, как говорит Павел, это есть тень будущего, а тело во Христе. Но у евреев сохранился институт учительства, это раввинат, который существует и по сей день. И вот наступает новая эпоха, эпоха новозаветной церкви, то есть эпоха новых апостолов, пророков и учителей. Новозаветные апостольства, пророчества и учительства были должностями, принадлежащими первохристианской древности. Эти люди назначались для служения христианскому обществу словом. Они были глаголовшие слово Божие, то есть были возвестителями христианских истин как с целью миссионерской, так и с целью назидания той или другой церкви. Звания апостола, пророка и учителя не сливались и не смешивались в одно одно с другим. Это были разные должности, а не разные названия одних и тех же должностей. Эти служители слова не принадлежали только какой-нибудь общине, ну в какой-то стране или в городе. Первые два века их служение было распространено по всей церкви и для всей церкви, по всей вселенной. Когда апостол Павел говорит, что Бог поставил иных церкви, во-первых, апостолами, то имеет в виду всю церковь того времени, от Иерусалима до Рима. Эти личности не занимались административными делами, о чем есть намек в книге Дианией. Нехорошо нам, оставив слово Божие о пещейся столах, говорит апостол, и избирая для этой цели дьяконов. Но более информации об этом можно найти в двух памятниках христианской письменности первых и вторых веков. Это Дедах и учение 12-й и пастырь Ермак. Дорогие, эти два труды можно найти в интернете. Вот можете поискать, скачать и читать. Очень интересно. Из этих трудов становится ясно, что эти служители, помимо того, что они занимались административными трудами, они еще и были выше дьяконов и даже епископов. И поскольку их миссия обращена была ко всей церкви, как уже и сказал, они принадлежали всей совокупности верующих. От этого, по первоначальному правилу, они не должны были оставаться на жительство в одном каком-нибудь месте, а постоянно странствовать, переходить с одного места на другое. Основав церковь, научив верующих основам христианского благочестия, они должны были идти в другие страны и к другим христианским общинам. Поскольку в те времена церковь еще не сплотилась в единый организм, поэтому связающим звеном были апостолы, пророки и учителя, которые пользовались везде высоким авторитетом и почетом. Вплоть до последних дней своего существования до конца II века апостолы оставались верным своему призванию быть странствующими проповедниками. О чем говорится в Дзидахе? Что же касается апостолов и пророков, согласно правилу Евангелия? Поступайте так. Всякий, приходящий к вам апостол, да будет принят как сам Господь. Но он не должен оставаться доля одного дня, в случае же нужды может оставаться и на второй. Если же останется на три дня, то он лжепророк. Уходя, апостол не должен брать ничего, кроме хлеба необходимого, до тех пор, пока где-нибудь не остановится. Если же потребует денег, то он лжепророк. Дорогие, из этих слов мы видим, что апостолы не имели постоянного места пребывания и имели бескорыстный нрав. Как и Господь учил своих учеников, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обувы, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. То же самое мы видим и во II веке. Мало того, эти апостолы должны были отказаться от своего имущества, что и делали еще и во II веке, о чем свидетельствует Евсевий Кисарийский. Много было тогда славных мужей, находившихся в цепервом порядке премников апостольских. Как богодухновенные ученики, так и предшественников они продолжали созидать церкви на основаниях, положенных всюду апостолами. Больше и больше распространяли проповедь и сели спасительные семена Небесного Царства по пространству Вселенной. Многие из них в то время действием Божественного Слова, сильно увлекаемые к любомудрию, сперва исполняли спасительную заповедь, то есть разделяли свои имущества бедным, а потом предпринимали путешествия и совершали дело с благочестия, благовестия, с ревностью возвещая Христа людям, вовсе еще не слышавшим слова веры. «Положив основание веры в каких-либо чужих странах и поставив там пастырями других с поручением, возделывая там новосажденное, сами они сопровождаемые Божественной благодатью, отходили в иные земли и к иным народам». Как видим, в середине II века институт апостолов был жизненным явлением, но уже к концу II века, где-то в середине II века, начал уже портиться и извращаться. Скоро и совсем прекратил свое существование. В самом деле из эпохи III века до нас не сохранились никаких следов существования апостолов. Можно думать, что апостолы не перешли черты, разделяющие II и III века. Это что касается апостолов. Дорогие, от пророков также требовалось бескорыстие, но это не значит, что аскетизм должен быть отличительной чертой пророков. От странствующих апостолов пророки отличались не только особенным духовным дарованием «говорить в духе», чего не предъявлялось к апостолу, но и функциям им принадлежащим. Пророки не как апостолы не назначались к миссионерской деятельности. Пример тому, как были выбраны Варнава и Саввел на апостольство. Пророки не были обязаны идти к язычникам с проповедью. Они были проповедниками в существовающих уже христианских общинах. Их задача заключалась в том, чтобы назидать христианам слово, и они по своему служению ближе подходили к деятельности учителей. И поэтому пророкам позволялось не только проповедовать в данной христианской общине короткое время, но и оставаться в ней для продолжительного пребывания, как о том говорится в дедахе. Всякий же истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин пропитания своего. Точно так же истинный учитель, как работник, достоин пропитания своего. Далее автор этого труда пророков называет первосвященниками. Поэтому, взявши всякий начаток от произведений, точила игумна от быков и овец, отдай начаток этого пророкам, ибо они первосвященники ваши. А если нет у вас пророка, отдайте бедным. Если ты приготовишь пищу, то взявший начаток, отдай его по заповеди. Точно так же, если ты открыл сосуд вина или масла, взявший начаток, отдай его пророкам. Взявший начаток серебра и одежды и всякого имущества, как тебе угодно, отдай по заповеди. Как видим, если пророк оставался в общине, они должны были принимать на себя его материальное содержание. Указанием, как поступать в таком случае, служил пример обеспечения священника в Ветхом Завете. Далее, у автора Дидахи о пророках мы можем узнать и следующее. «И всякого пророка, говорящего в духе, не испытывайте и не расследуйте, ибо всякий грех простится, а этот грех не простится. Но не всякий, говорящий в духе, есть пророк, а только кто имеет нрав Господень, ибо по нраву своему будет признан лже-пророк и истинный пророк. И никакой пророк, назначая в духе трапезу, не станет есть с ней, если только он не лже-пророк. Всякий пророк, научающий истины, если он не делает того, чему учит, есть лже-пророк. Всякий же изведанный истинный пророк, поступающий согласно всемирную тайную церкви, научащий, не делает всего того, что он сам делает, да не будет вами судим, ибо его суд у Бога. Так поступали и древние пророки. Если же кто скажет в духе, дай мне денег или чего-нибудь другого, не слушайте его. Если же попросить дать для других неимущих, никто, да, не судит его. Под нравом Господнем имеется в виду нестяжательство, соответствие учения пророка с его собственной жизнью и заботливость о неимущих христианах. Вот о чем речь. Но о пророках и лже-пророках более развернуто описывается у пастыря Ермы. Там идет некий диалог автора, скажу так, и ангела. Пастырь показал мне людей, сидящих на скамьях, и одного стоящего на кафедре, и сказал, посмотри на них, те, которые сидят на скамьях, верующие, а стоящий на кафедре лже-пророк, погубляющий смысл рабов божьих, тех, которые двоедушествуют, а не истинно верующих. Эти двоедушные приходят к нему и как к пророку и спрашивают его о том, что станет с ними. И он, не имея в себе силы Духа Божественного, отвечает им, говоря то, что хотят они услышать, и наполняет души их лживыми обещаниями. Будучи суетен, он суетный, отвечает суетным людям. Впрочем, он говорит и кое-что справедливое, потому что дьявол селяет в него свой дух, дабы привлечь кого-либо из праведных. Но сильные вери, облеченные в истину, не присоединяются к таким духам, но удаляются от них. Твоедушные же и часто кающиеся обращаются за прорицаниями, как и язычники, и навлекают на себя великий грех своим идолопоклонством, потому что спрашивающий лжепророка является идолопоклонником. Он чужд истины и неразумен, а всякий дух, Богом данный, не дожидается расспросов, но, имея силу Божественную, говорит все сам, потому что он свыше от силы Духа Божия. Дух, который отвечает на вопросы согласно желаниям человеческим, есть дух земной, легкомысленный, не имеющий силы. Он совсем не говорит, если его не спрашивают. Я сказал, как же можно распознать, кто истинный пророк и кто лжепророк. Выслушай, говорит, об обеих пророках и потому, что я скажу тебе, отличишь пророка Божия от ложного пророка. По делам узнавай человека, который имеет дух Божий. Во-первых, он спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого века, ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает на вопросы, не говорит наедине. Дух Божий говорит не тогда, когда человек того желает, но когда угодно Богу. Поэтому, когда человек, имеющий дух Божий, придет в церковь праведных, имеющих веру, там совершается молитва к Господу. Тогда ангел пророческого духа, приставленный к нему, исполняет этого человека духом святым, и он говорит к собранию, как угодно Богу. Так проявляется дух божественный и силы его. Слушай теперь и о духе земном, суетном, неразумном и не имеющем силы. Прежде всего, человек, кажущийся исполненным духа, возвышает себя, стремится к власти, нагол, многословен, живет среди роскоши и многих удовольствий, берет мозду за свое прорицание, без вознаграждения не пророчествует. Может ли дух Божий брать мозду и пророчествовать? Это не свойственно пророку Божьему и в поступающих, таким образом обитает дух земной. Далее, он не входит в собрание мужей праведных, он избегает их и наоборот, общается с людьми, двоюдушными и пустыми, пророчествует в местах потаенных и обманывает речами, которые хотят услышать, и говорит суетно людям суетным. Так, пустая посуда, когда складывается с другими пустыми же, не разбивается, но они хорошо приходятся одна к другой. А когда он оказывается среди людей праведных, исполненных духом Божественного, вознащащих молитву, тогда и обнаруживается его пустота. Земной дух от страха покидает его, и он совершенно поверженный, ничего не может говорить. Если в кладовую поместить вино или масло и туда же поставить пустой сосуд, а после брать запасы из кладовой, то сосуд, который поставили пустым, пустым и найдешь. И пустые пророки, какими приходят к людям, имеющим Святого Духа, такими и остаются. Вот образ пророка истинного и ложного. Итак, испытывай по делам и по жизни того человека, который говорит, что он имеет Святого Духа. Верь духу, приходящему от Бога, имеющему силу. Духу же земному, пустому, в котором нет силы, не верь, ибо он приходит от дьявола. Задумайся над примером, который приведу я тебе. Если взять камень и бросить в небо, то сможешь ли докинуть до него? Или же, если взять трубу с водой и направить струю в небо, то сможешь ли пробить небо? Что ты, господин? Воскликнул я. Все это невозможно. Вот, сказал он, как этого не может быть, так точно Дух земной бессилен и недейственен. Осознай теперь силу, свыше приходящую. Град крупинка очень малая, но попадая в голову человеку, человеку какую причиняет боль? Или же, пример, дождевая капля, которая с крыши, скатываясь вниз, источает камень. Видишь, и самое малое, что сверху падает на землю. Имеет великую силу. Так силен и Дух божественный, приходящий свыше. Этому Духу ты верь и от другого удаляйся. Нужно отметить, что пророки тех времен отличались также безбрачьим. Хотя они и жили безбрачными, но требовать того же от верующих им не вменялось в обязанность. Пророков в первом-вторых веках было немало, но их имена почти неизвестны. Более известные пророки следующие. Ерм, писатель-пастыря, мелитон, сардийский, мученик, попила. К пророкам древность причисла дачелей, диакона одного из семи Филиппа, дев, одаренных пророческим даром. Если брать во внимание слова пастыря Ерма о пророках и лжепророках, о чем уже сказал выше, то можно сделать вывод, что институт пророков в середине II века начал также портиться. Тем более с появлением монтанизма, основатель которого некий языческий жрец Монтан, обратившись в христианство, объявил себя пророком Божиим, с которым, как ему казалось, говорит непосредственно Дух Святой. Его учения, как и он сам, были осуждены церковью. Итак, на основании вышесказанных, а точнее на основании исторических трудов, можно заключить, что пророки совсем прекращают свое существование вскоре после 180 года. Следовательно, они немногим пережили апостолам, существование которых закончилось около 150 года. В литературе того времени о пророках уже нету никакого упоминания. То есть уже к началу III века пророки исчезают бесследно. В следующем списке апостола Павла идут учителя. Учителя, как и апостола, вели страническую жизнь, о чем подтверждается в дедах. Если кто, придя к вам, станет учить вас всему тому, что сказано выше, того примите. Если же учитель, совратившись сам, станет учить другому, чтобы опровергнуть, то есть разрушить ваше учение, такого не слушайте. Если же он учит с тем, чтобы умножить правду и познание Господа, примите его как самого Господа. В смысле проповедников в положениях не было так высоко, как положение пророка. Они составляли как бы дополнение к пророческой деятельности. Главное отличие учителей от пророков заключалось в том, что учителя принимали это звание по личному усмотрению, по мере своего знания. О чем и говорит Яков. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению». Выходит, что каждый мог стать учителем. Напротив, пророк принимался за свое дело только тогда, когда он чувствовал, что его призывает к деятельности внешняя сила, Дух Святой. Несмотря что и учителя считали свою деятельность проявлением действующего в них Духа Святой, поэтому они в древности причислялись к лицам, в известной мере обладающим высшим и благодатным дарованием. Учитель, как и пророк, за свое служение имел право получать материальное содержание от общины, о чем говорится в дедахе. Но не говорится, какое именно. Всякий же истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин пропитания своего. Точно так же истинный учитель, как работник, достоин пропитания своего. Учителя даже имели почтение не меньше, чем сами апостолы, о чем говорит Ерм в пастыре. Восьмая гора со многими источниками, которые поили всякую тварь Божию, означает апостолов и учителей, которые проповедовали по всему миру. И святые чисто учили Слову Господню и не склонялись к дурным желаниям, но постоянно пребывали в правде и истине, приняв Святого Духа. Посему они обитают с ангелами. О характере деятельности учителей почти нет информации, но их учительство было одинаковым с пророческими. Они, подобно пророкам, учили в церковной кафедре. Институт учителей пережил институт апостолов и пророков. Церковные литературы об учителях упоминаются еще до IV века. Но в армянской церкви этот институт сохранился и по сей день. Это вортопеты, которых нет в какой-нибудь другой традиционной церкви, но речь не об них. И вот с постепенным вымиранием апостолов, пророков и учителей на сцену приходят епископы. То есть эстафета переходит к епископам, которые стали пользоваться таким же уважением, каким доселе пользовались пророки и учителя. Эти важные лица, действовавшие во имя Святого Духа. Об этом уже говорится в Дидахе. «Поставляйте себе также епископов и дьяконов, достойных Господа, мужей, кротких и несеребролюбивых, и правдивых, и испытанных, ибо они также исполняют для вас служение пророков и учителей. Поэтому не презирайте их, ибо они у вас должны быть почитаемы вместе с пророками и учителями». Изначально епископы тоже должны были учить, как то говорят Павел, Тимофею и Титу. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Держайся истинного, держащимся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен, и наставлять здравым учение и противихше обличать». Но пророки и учителя, можно сказать, затмевали учительство епископов. Итак, епископы, заняв место прежних пророков и учителей, получили важное отличие в сравнении с тем, чем они были до сих пор. Они стали вождями христианских обществ в учении, и как пророков их начали называть первосвященниками, и тем самым получать то, что получали пророки, о чем уже сказал. Но, повторюсь, из дедахи. «Поэтому, взявши всякий начаток от произведений, точила и гумна, от быков, овец, отдай начаток этот пророкам, ибо они первосвященники ваши». Дорогие, надеюсь, смог показать то, что институты апостолов, пророков и учителей прекратили свое существование, и уже к концу II века их место заняли епископы. Но, мне кажется, будет интересно понять и то, а почему они прекратились, как языки, чудеса и другое. Можно сказать, что Павел об этом уже говорил. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Итак, что же означает, когда же настанет совершенное? Что означает это совершенное? Ну, есть разные трактовки. Под совершенным понимают Святое Писание, точнее, Новый Завет. Можно предположить, что так это и есть, поскольку, когда еще не было Нового Завета, то люди нуждались в пророках, которые в духе говорили им Слово Божие. Но, мне кажется, более под совершенным подходит Церковь Христова, то есть Тело Господа. Как прекратились Ветхозаветные институты с пришествием Христа, так и прекратятся Новозаветные с утверждением Тела Христова. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в Храм Господи, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие», — говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. «Отмечу, что этот процесс, как и Ветхозаветный, он своего рода двухэтапный, скажу так. Когда Бог через Моисея спасал евреев от египетского гнета, то это производил всякими чудесами и знамениями. Но когда они пришли в землю обетованную, то там уже таких знамений и чудес не было. Но Моисей говорит израильтянам, «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкую, явил Господь знамения, чудеса, великие казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими». То есть Господь подкреплял слова и апостольство Моисея чудесами и знамениями, а потом они прекратились. После появляются, скажу так, пророки и учителя, которые готовят народ к принятию Мессии. С приходом же Мессии прекращаются пророчества и закон. Так и во времена Христа и апостолов, через всякие чудеса и знамения Господь подкреплял проповедь, как говорит Марк. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Но после появляются пророки и учителя, а с утверждением церкви, тела Христова прекратились и они. Но вот кульминацией будет второе пришествие Господа и жизнь вечная, где не будет нужды в учителях, ибо знания будем черпать от самого Господа Бога. И все же обратимся опять к Павлу. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. Здесь он употребляет три глагола. Слова прекратятся, умолкнут, и упразднятся. Слова прекратятся, упразднятся передведены с греческого катаргио, означающее быть сведенным до бездействия. То есть нечто или некто заставит их прекратиться в этом смысле. Как видим, этим нечто является наступление совершенного, о чем уже сказал. А вот глагол умолкнут, это перевод с греческого слова пао, остановиться, добровольное действие к самому себе. Можно сказать, Бог вместе с даром языков и этих чудес вложил нечто, останавливающее его, или исчерпывающее. К примеру, батарейка имеет пределы энергии, и со временем садится и перестает давать энергию. То есть пророчества и знания будут остановлены чем-то, находящимся вне их самих. Но дар языков и другие знамения остановятся сами. Со временем прекращения пророчеств мы определились, но вот языки прекратятся раньше наступления совершенного, в период прекращения апостольского служения. Дорогие, сегодня не хочу вас загружать темой языков и чудес, но все же немного пройдусь и по ним. Дар говорения на языках был даром знамений, и как это было и с другими дарами знамений, то есть чудесами, чудотворения, исцеления. Я не отрицаю, что Бог не прекращает творить чудеса, и сегодня много их в нашей жизни. Но речь о другом. В Библии содержится только три периода, когда людям давались дары сотворения чудес и знамений, такие мощные и сильные. Первый из них периодов был во времена Моисея и Иисуса Навина, второй во времена служения Ильи и Елисея, а третий во времена служения Христа и апостолов. Каждый из этих трех периодов длился не более 70 лет и затем резко заканчивался. Последнее чудо, описанное в Новом Завете, когда Бог использовал в качестве инструмента человека, произошло примерно в 58 году и описано в 28 главе Диани. С этого времени и примерно до 96 года, когда Иоанн завершил написание откровения, ни единого чуда такого рода не упомянуто в Новом Завете. В послании к евреям, написанном в 67-68 годах, Павел о знамениях и чудесах уже говорит в прошедшем времени. То как мы избежим вознерадев от Олика спасений, которая, быв сначала проповедана Господом, в нас утвердилась, слышавшим от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо эти дары были признаками апостолов, о чем и говорит Павел. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. То есть завершением института апостолов прекратились дары языков, чудеса, силы и всякие знамения. Вот и все. И все же у языков было еще одно предназначение. Павел напоминает коринфянам, что в законе написано «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но и тогда они послушают Меня, говорит Господь». Другими словами, поскольку Израиль отказался слушать, когда Бог говорил ему ясным языком и верить его словам, пророк Исаия предсказывал, что придет такой день, когда он будет говорить им на языке, который они не смогут понимать. И это будет свидетельством против них, свидетельством, что они отвергли его. Но уже в те времена это предназначение, состоявшее в том, чтобы служить юридическим знаком осуждения Израиля, перестало применяться. Это второе свидетельство того, что дар языков окончился вместе с апостолами. Дар языков давался как знак не для верующих, но для неверующих, особенно для неверующих иудеев. То есть люди, когда видели, кто начинал говорить языками, вот это было знамением. С разрушением храма Титом в 70-м году иудайзм потерял свое прежнее значение и прекратил свое существование, оставшись тенью религии. С разрушением храма была нарушена система, жертвоприношения, и отпала необходимость в иудейском священничестве. С этого дня стало невозможно исполнять требования Ветхого Завета. Когда это разрушение произошло, примерно через 15 лет после того, как Павел писал это послание, необходимость дара языков, как юридического знамения Израилю, потеряла свое значение. Сегодня нет нужды в знаке, что Бог отвернулся от Израиля и повернулся лицом к языческому миру. Далее, дар языков прекратился, потому что он был неполноценным средством назидания. Когда их правильно истолковали, языки имели способность назидать. Но это назидание было ограниченным, если не было истолкователя, то есть современным языком переводчика. Отмечу, что дар языков не нужно путать с непонятным бормотанием современных харизматов, чем болели коринфяне. Тогда человек, для того, чтобы проповедовать чужим, получал дар языка, на котором не говорил до этого. Что с того, если кто в церкви начинал проповедовать на незнакомом языке этой общины, для этой общины. И поэтому главная цель 14 главы послания коринфянам показать, что языки были второсортным средством общения, неполноценным средством евангелизации. Дар языков обеспечивал ограниченное и неполноценное назидание, а пророчество в любом отношении было превосходнее этого дара. Пять слов, сказанных на понятном языке, с умом и по порядку, дороже, чем тьма слов на незнакомом языке, говорит апостол Павел. Заметим, что дар языков прекратился, потому что люди, говорившие на языках, упоминаются только в ранних книгах Нового Завета. В самом деле, большинство книг Нового Завета этот дар не упоминает. Павел говорит об этом даре только в одной книге, а у Якова, Петра, Иоанна и Уды вовсе нет упоминаний этого дара. И ссылок на него не появляются в книге Диане после девятнадцатой главы. Нигде в посланиях не содержится заповеди, предписавшие верующим говорить на языках в качестве духовного упражнения или обязанности, или молитвы. О языках нет упоминания даже у Клементия Римского в послании к Оримфинской церкви. Послание датируется 95-м годом, всего около четырех десятилетий после того, как Павел писал первое послание к Оримфинам. Не упоминается и у других ранних христианских авторов. А Августин пишет следующее. В древние времена Святой Дух снизошел на тех, кто верил, и они стали говорить на языках. Это были знаки, принятые в то время, ибо тогда надлежало быть таким знаменем от Святого Духа. Это совершалось и для ознаменования, и это исчезло. Итак, дорогие, на протяжении 18-19 веков эти дары, знамения и пророчества христианству не были известны. Только на пороге 20-го столетия появляются люди, которые порождают дар языков, чудес и пророчеств. Как говорил Святой Татхеваций еще в 15 веке, что в последние времена Сатана людям даст злого духа, чтобы говорили на иных языках. И со временем их бесовское порождение переросло в современное харизматическое движение. Поэтому неудивительно, что у них полно так называемых пророков. Все поголовно говорят на языках, которые ничего общего не имеют с старыми апостольскими. И что имеем в итоге? Пророки апостольских времен были своим родом проповедниками слова «в духе», но с утверждением церкви и тем более с появлением Нового Завета они исчезли. И сегодня в армянско-апостольской церкви эту миссию выполняют епископы и вартапеты, то есть учить народ, а не какие-то сомнительные женщины-шарлатанки. Мудрости всем вам! А на сегодня столько, дорогие. Спасибо вам и храни вас Господь!